Добрый день! Сегодня мы расскажем о новой образовательной программе на иностранном языке «Эффективное государственное управление». Сегодня с нами ее директор, кандидат юридических наук, доцент Максим Сергеевич Прокошин. Здравствуйте, Максим Сергеевич! Здравствуйте, Валерия! Сразу хочется отметить, что мы реализуем на факультете две программы с похожим названием, но с немножко разными составляющими. Программа такая многопрофильная, базовая, называется «Эффективное государственное управление». И вот сейчас мы создаем, уже создали с лета этого года, 2022 года, запускаем новую программу, которая называется «Эффективное государственное управление» – образовательная программа на иностранном языке. С чем связано данное событие? Дело в том, что есть постановление правительства, которое называется «Экспорт образования». И в данном постановлении правительства указано, что Российская Федерация должна экспортировать образование, то есть повышать его конкурентоспособность, привлекать иностранных студентов. И, соответственно, необходимо также упомянуть, что есть из последних нормативно-правых актов – это постановление правительства «Приоритет 2030», в котором также заложено повышение конкурентоспособности российского образования. Вот в связи с этим, уже в нашем программном документе, в программе развития ранг ЭГС до 2030 года, закреплены ряд моментов о том, что необходимо открывать образовательные программы на иностранном языке, о том, что необходимо открывать совместные образовательные программы, привлекать иностранных студентов, создавать мультилингвальную среду. И также, не хочется, конечно, утомлять уважаемую аудиторию, но просто обязан об этом сказать, что есть специальные квалификационные требования государственному служащему, который собирается работать во внешнеэкономической, внешнеполитической международной деятельности, и там обязательное требование – это знание английского языка. Поэтому, создавая эту программу, мы сделали акцент, соответственно, на изучении английского языка и компетенции в области международной деятельности. Уточните, пожалуйста, какими отличительными особенностями обладает открываемая программа? Спасибо большое, хороший вопрос. Действительно, особенности есть. Каждая программа, по сути, уникальна. Значит, особенности нашей программы заключаются в том, что ключевые дисциплины, такие как управление проектами и программами, управление государственными муниципальными финансами, зарубежного подгосударственного управления, они будут реализовываться на английском языке. Реализация этих дисциплин заложена по учебному плану с 3-го и 4-го курсов. До этого времени ребята могут подготовиться, то есть осуществить подготовку, такую серьезную, базовую, английского языка. И не только базовую. Мы внедрили в учебный план изучение специализированного английского в области ГМУ, государственного муниципального управления. То есть уже на лекциях, семинарских занятиях по дисциплинам, которые будут вестись на иностранном языке, ребята будут себя чувствовать достаточно скрепощенно, свободно и уверенно. В любом случае преподаватели у нас все понимающие, они всегда могут пояснить, объяснить, перевести и идти дальше. Если подытожить, ключевые особенности – это дисциплины на иностранном языке, изучение специализированного английского в области государственного муниципального управления и акцент на внешнеэкономическую, внешнеполитическую международную деятельность. Скажите, пожалуйста, а есть ли похожие программы в других ВУЗах нашей страны? За все ВУЗы, конечно, я не отвечу. Но при анализе, когда создавалась данная программа, производился специальный маркетинговый анализ, исследование, где же есть похожие программы. Вот похожая программа есть только в Высшей школе экономики. Ну, только похожая. Мы помним, что ранг ЭГС, согласно многочисленным рейтингам, остается, был, есть и, надеемся, и, думаем, уверены, будет на первом месте по реализации программ в сфере государственного муниципального управления. А пишите, пожалуйста, профессорско-преподавательский состав, который будет реализовывать программу и считать дисциплину на английском языке. Спасибо. Действительно, это важный вопрос, потому что профессорско-преподавательский состав фактически это жемчужина нашей программы. Реализовывать ее будут федеральные чиновники, которые успешно совмещают свою карьеру в государственной службе с педагогической деятельностью. А также федеральные судья арбитражных судов в отставке и ныне действующие. Что касается дисциплин на иностранном языке, то их будут читать такие управленцы, известные, как Александр Сергеевич Юхно, он является заместителем руководителя Общественной палаты Российской Федерации, Тигран Антонович Занко, победитель президентского конкурса «Лидеры России», директор Центра, и ваш покорный слуга Прокошин Максим Сергеевич, который имеет опыт практической деятельности в системе Министерства иностранных дел. Также хочется отдельно выделить такого очень редкого, известного эксперта Александра Петровича Качегуру. Он защитил свою диссертацию за границей, диссертацию по государственному управлению, имеет несколько образований и свободно говорит на английском языке. В связи с этим к вам следующий вопрос. Какие формы обучения предусмотрены на данной программе и какова будет стоимость обучения? Да, нужный юридико-технический вопрос. Форма обучения у нас предусмотрена только очная по этой новой программе. Стоимость обучения составляет 350 тысяч рублей в год. Это всего лишь на 15 тысяч больше, чем на основной программе, из которой мы создавали вот эту новую программу на иностранном языке. Там 335, здесь 350. Василий Сергеевич, скажите, пожалуйста, есть ли у образовательной программы партнеры и какие могут быть потенциальные места работы? Да, партнеры есть. Как мы отметили с вами в начале, программа эффективное государственное управление, образовательная программа на иностранном языке, она создалась на основе программы эффективного госуправления. Вот у программы эффективного госуправления, у Академии более 140 партнеров. Поэтому эти партнеры, они плавно перетекают на новую программу, но акцент будет сделан именно на партнеров, которые занимаются внешнеэкономической, внешнеполитической международной деятельностью. Могу выделить следующее. Министерство промышленности и торговли, Министерство экономического развития, Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по делам национальностей, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. Что касается потенциальных мест работы, то это профильный департамент, отделы управления, вот выше названных всех ведомств. Например, департамент стран Азии, Африки, Латинской Америки, МИПРОН ТОРГА, отдел международного сотрудничества и специальных программ Федерального агентства по делам национальности и так далее. В общем, очень широкий выбор баз практик и потенциальных мест трудоустройства. И, подытоживая наше интервью, хотелось бы определить основные задачи новой программы. Ну, основные задачи, поставленные руководством страны, это повысить конкурентоспособность российского образования, экспорт российского образования. Соответственно, задача первая — это открытие программы, подготовка высококвалифицированных специалистов, которые владеют различными компетенциями в сфере государственного муниципального управления, то есть не только во внешнеэкономической, внешнеполитической международной деятельности. Да, это тоже акцент на это сделан, в первую очередь, в этой программе. Ну и вообще, которые могут работать во всей нашей системе государственного муниципального управления. И при этом свободно говорят на английском языке. Вот такие наши ориентиры. Максим Сергеевич, большое спасибо вам за интересный рассказ. Лера, большое спасибо вам за нужные и правильные вопросы. Еще хочется напомнить уважаемой аудитории, что программа будет реализовываться на факультете государственного муниципального управления, Института государственной службы и управления, Российской академии народного хозяйства и Государственной службы по президенту Российской Федерации. И очень надеюсь, что наше сегодняшнее интервью, наша сегодняшняя встреча действительно поможет сделать выпускникам школ правильный, осознанный выбор своей будущей профессии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!